Друзья, настал тот самый момент, которого многие ждали. Многие, я знаю, специально за этим сюда пришли. Какие там основатели, ладно, мы их слышали, а вот Анна, Анну, это непререкаемый авторитет для всех. И когда она выступает на английском, у нас работает переводчик на русский язык. Он по-своему там что-то интерпретирует, кое-где и не успевает, да? Но она же говорит на русском. И когда мы без посредников, без переводчиков ее слышим, там идет чистая речь и чистая передача ясного сознания, то есть то, что она действительно хочет донести. Мы несколько раз приглашали Анну к нам вебинары на русский. И вот сейчас тот самый момент, когда что-то поменялось. Когда она, с одной стороны, виртуальна, а с другой стороны, мы виртуальна, но нас много. И когда весь зал видно сразу, так как мы его сейчас видим здесь. Кстати, почему картинка меняется? А, потому что звук идет из зал. А сейчас все поменяется. И мы будем видеть Анну на большом экране, она будет очень-очень близко к нам. И я даже думаю, что наводящие вопросы совершенно нет необходимости задавать Анне, потому что ей лучше знать, что сказать. Потому что мы все ждем, что? Мы все ждем, когда графики пойдут вверх. Они уже пошли вверх. Насколько это будет? Как они будут часто падать? И все те самые вопросы, которые нас больше всего волнуют. Что там с Форексом? Закоммутировался он или нет? Когда мы увидим прибыли? Дайте нам больше денег. И все в этом ключе. А теперь давайте выскажем свои эмоции по поводу того, что нам предстоит непосредственная беседа онлайн один в один с Анной Беккер, с доктором Анной Беккер. Давайте. Анна, это было приглашение. Я надеюсь, ты слышала? Да, очень приятно. Вот все, мы тебя видим. Я хочу сказать, что войне приятно. Во-первых, потому что я узнаю лица. Во-вторых, потому что я оригинальная москвичка. И видеть форум в Москве для меня это такое очень теплое событие. Вот. И в-третьих, действительно, Дейзи комьюнити. И Дейзи для меня это проект, который помог Эдзотеку взлететь. И мы планируем очень долгое сотрудничество и следующие пути открыть для себя вместе. Поэтому очень приятно было услышать и вступление. И сейчас я с удовольствием расскажу о наших планах и о том, что произошло в 2021 году и что будет в 2022 году. Как я понимаю, это теперь моя... Я снимаю даже русский язык, потому что, прошу прощения, мало практикую во время встреч, только дома. Поэтому технический язык у меня слаборазвит. Буду очень стараться. Анна, не переживай. Значит, давайте я сделаю шер-скрин. Анна, не переживай. Эдуард здесь, в зале. Он тебя понимает. Это самое главное. Если что, он нам тут переведет. Да. Будем надеяться, что я справлюсь. Значит, Дейзи в этом году... Это отдейт от сегодняшнего числа. И я хотела начать с того, чтобы рассказать, на что пошел 2021 год. 2021 год был в основном годом, когда мы работали над технологией. У нас очень сильно выросла команда. У нас очень много программистов, как в России, так и на Украине. Весь руководствующий состав, он в Израиле. Но работа ведется... Вот у нас интернациональная команда. В саппорте у нас вообще команда разбросана по всему миру. Поэтому достаточно большая такая нестандартная компания, где весь состав распределен по разным странам. Но к нашей большой радости очень хорошо функционирует. Значит, что мы сделали? Мы разработали технологию, инфраструктуру, которая нам позволяет руководить действительно сотнями тысяч счетов. Позволяет нам выполнять ордеры, выполнять весь трейдинг полностью автоматически. Все уменьшающими, уменьшающимися дилеями и задержками на рынке. Мы подсоединились к дополнительным и эксченджерам, и биржам, и ассетам. И этот год был особенным для нас, потому что мы перестроили и построили новую инфраструктуру для искусственного интеллекта. Это и был проект DAISY, главная его часть проекта DAISY. И весь этот год, опять же, то, что мы видели как результаты тестовых стратегий, которые бежали на тестовых фондов, это была в основном та версия, которая была создана до 2021 года. В основном бежали стратегии 2020 года. Стратегии 2021 года чуть-чуть вошли, скажем так, 5-10% вошли в течение года, и мы их готовили для 2022 года. Теперь, что у нас произошло, что мы подготовили, что было с точки зрения стратегии? С точки зрения стратегий по алгоритмам у нас были тренды, которые мы ловили, в основном большие тренды на мейджерах, таких как биткоин, эфир и 5 топовых пар, 10 топовых пар. И это была наша основная политика трейдинга для 2021 года. Теперь, что мы подготовили для 2022 года и чем он будет разниться, чем он будет другим, чем 2021? Во-первых, мы выходим на mid-term и intraday trading. Mid-term добавляется у нас в, и даже intraday trading добавляется также в крипту. Почему это очень интересно? Потому что, в принципе, более частый трейдинг, он позволяет посмотреть на рынок других паттернов. Он позволяет посмотреть на рынок паттернов именно реверса, не только трендов. И когда модель работает, она переводит 30-поцентную вероятность того, что у нас есть тренды, она переводит уже в 67. То есть мы чаще будем чувствовать, что у нас есть еще один просто-тебл-трейд, еще один просто-тебл-трейд, и линии, и результаты будут выглядеть по-другому. Сейчас расскажу, как. Второе, мы действительно вышли с форексом. То, что он идет сейчас очень медленно, это, с моей точки зрения, конечно, с одной стороны, это разочаровывает, что скорость медленнее, чем мы надеялись. Но, с другой стороны, он проходит все свои этапы выхода на новый рынок. Сейчас мы трейдоваем на одном счете. Подготовили уже 10 новых счетов, на которых будут распределены 10 разных стратегий, на трех разных парах. И мы выходим со следующей недели уже на полноценное трейдование на форексе. Значит, форекс, он, опять же, вот то, что есть у нас в верхней колонке, это mid-turn и intraday trading форекс. Опять же, не последняя его версия, а первичная, потому что мы должны сначала проверить, что четырехчасовые и одночасовые сигналы и тот брокер, который мы выбрали, тот API, который мы выбрали, что все работает слаженно и что все работает. Как только это будет проверено, мы увеличим количество фондов, которые мы трейдываем. Сейчас это где-то около полумиллионов, это будет поднято тут же до двух миллионов, и потом перейдем на полный фонд, когда я говорю, когда, в надежде, что все будет сделано в течение дней и коротких недель. И мы тогда выйдем с полноценным форексом, который будет трейдовать на сигналах, которые приходят каждые 5, 10, 15 минут. И мы должны видеть внутри дня интересный результат уже на уровне дня. Не на уровне месяцев, а на уровне дня. А самая великолепная вещь, которая произошла, ради которой мы все это и делали, мы создали новый уровень AI. До этого момента, в 21-м году, AI был реактивной. Что это значит? Что мы создали системы, которые надеялись на то, что рынок будет им подходить. И когда рынок им подходил, мы делали хорошие выигрыши. А весь неподходящий рынок, что мы много там не проиграем. И это была система реактивного AI. То есть рынок идет как идет, а мы на него реагируем и пытаемся сделать максимум. Теперь мы вышли на новый уровень AI. AI, который проактивный. То есть он определяет маркет стейты. Он в каждом стейте делает свой максимум. Я хочу показать, почему это настолько интересная ситуация. Потому что, если мы сравним, и это было, кстати, одним из лидеров вашей группы сделано. Я очень люблю этот граф, потому что он действительно интересно наложен. Если мы смотрим на рынок эфира versus того, что сделала Дейзи, то действительно мы видим, что каждый раз, когда у нас было поднятие эфира, мы с удовольствием показали доходную ситуацию и в Дейзи. Теперь основная наша проблема, которая произошла бы здесь, сейчас произошла здесь и происходит, произошла здесь, в Дейзи, было в том, что этот рынок не подходил под основную массу наших стратегий. И тогда мы пытались потерять не тот максимум. Например, мы видим, что вот здесь у нас это успешно удалось. А вот здесь, например, не удалось. И тогда теперь методы этой ситуации. Наши алгоритмы заточены под то, что с этого момента мы получаем удовольствие от того, что есть рынок не тот, который мы ожидали, а рынок другой, потому что мы его уже определили. И алгоритмы, которые связаны с реверцеллами, и алгоритмы, которые связаны с затиханием рынка, они начинают уже работать. Теперь, что в этом году произойдет? В ближайшие недели мы выпускаем эту новую версию нового AI, и будем очень надеяться, что после тренда в рынке у нас опять будет такая ситуация, и мы покажем, насколько AI справился с тем, чтобы определить типаж рынка и определить, как алгоритмы должны на нем работать. То есть мы выходим в новый уровень работы с рынком и работы с искусственным интеллектом. Теперь в Форексе мы также добавили, конечно, искусственный интеллект, связанный с фундаментальным анализом, то есть не только с парами. В Форексе мы добавили работу с парами и определением рынка с точки зрения технического анализа, и нашли завязки на больших кошельках, чтобы, опять же, подтвердить маркет стейты, которые мы определяем. Это, в принципе, мой такой отчет со стороны алгоритмов. Секундочку, я хотела бы остановить стоп-шагу, секундочку, чтобы вас слегка увидеть, если можно. Да. Потому что у меня на месте достигнут две шапки. Одна шапка – роль человека, который ведет действительно исследования по искусственному интеллекту, исследования по разработке алгоритмов, следить за тем, чтобы все элементы исполнения алгоритма, программирования разных модулей нашей системы шло в правильное направление. А с другой стороны, я руковожу компанией. То есть это не только продукт, это также все остальные элементы. И я хочу сказать, что действительно Дейзи было одним из самых главных ведущих, как форсов, то есть ведущих элементом, который помогло нам, как компании, встать на новый уровень. То есть инвестиция, которая была приведена от Дейзи, сами тестинг-фанды, которые были приведены, и даже, скажем, проще, то, что мы взяли на себя такую ответственность, и тот драйв, который был приведен в комьюнити, он действительно создал этот год. Теперь у нас Новый год, который мы с одной стороны, опять же, может прозвучать немножко нелогично, но мы рады, что мы немножко оплашали, потому что, так как, опять же, у нас лежит большая ответственность, это дало последние месяцы очень большой прорыв всей нашей системе, потому что мы должны были изменить эту ситуацию на будущее. И поэтому вся вот эта разработка ЭМА, она же последние месяцы именно схлопнулась, то есть она все тянулась и никак не могла дойти до этого финального уровня. Наконец-то, благодаря, опять же, плохому рынку, мы смогли, и тому, что мы чувствуем свою ответственность перед таким большим количеством людей в ТЭТе, мы сделали этот следующий правитель. И, опять же, 2022 год для нас, будем надеяться, будет год улыбки, когда мы видим нашу AI в действии, когда мы перестанем панически ждать плохих периодов рынка и объяснять всем, что, ну вот, а что же можно поделать, а когда мы будем проактивно, с удовольствием участвовать в любых типах рынка. Вот, в принципе, и мой короткий рассказ. Я с удовольствием отвечу на вопросы и с удовольствием познакомлюсь с вашими планами и любой тематикой, которая у вас есть ко мне. Анна, скажи, пожалуйста, вот в этом году, в 2021 прошедшем, мы видели некую пилу, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Да, то есть у нас были прибыли-прибыли, а потом оно вниз снижалось. В этом смысле что-то сделано уже в DAISY 2.0? Да, это вот одна основная, я опять же покажу этот граф, да, чтобы просто четко определить то, что было сделано в 2021 году и на что мы, как бы так, скажем, надеемся, что мы справились, да. Значит, опять же, все научные доказательства у нас уже есть, да. Но так как мы бизнесмены, мы не занимаемся только наукой, мы должны это еще показать на реальных деньгах и на больших реальных деньгах, опять же, на маленьких это просто, и это уже бежит. Основная проблема вот этих падений была в том, что у нас не были заточены алгоритмы под работой над любым рынком, над разными типажами рынка. Теперь мы ожидаем, что мы не только не упадем, мы ожидаем поднятия, потому что у нас теперь есть алгоритмы, которые хорошо работают над этими интервалами и над этими ситуациями на рынке. Поэтому с этого момента, конечно, будут короткие периоды падения, будут короткие периоды этого, но не будет таких сложных и болезненных падений, как последние два месяца, как майское падение, как сентябрьское падение и так далее. Да, мы ожидаем, что как только новые алгоритмы будут запущены, опять же, это дело очень коротких дней и недель теперь, что у нас ситуация должна быть намного лучше. То есть пока что эти алгоритмы, они еще не имплементированы, то есть они еще пока не работают? Они не имплементированы, они в фазе выкатывания на... Чтобы выкатить алгоритмы, должен пройти тест не только логики, но он должен пройти тест всех систем. Система полностью алгоритмического тренинга, полностью автоматического тренинга, она не простая, она очень тяжеловесная. Поэтому там много есть модулей, которые должны проверить, что, например, никогда не может произойти ситуация, что алгоритм пошел наверх с рынком, да, и какой-то элемент системы не дал ему выйти обратно, когда он развернулся. А элементов много. Риск контролы, money management, portfolio management, сами разные алгоритмы, проблемы на рынке и так далее. То есть есть очень много модулей, которые следят за алгоритмами и запускают их. Я очень люблю объяснять, что сама логика алгоритма и способность послать правильный сигнал, особенно на прошлое, это обычно 5% результата. Настоящий результат – это когда есть автоматическая система с отлаженными модулями, которая может взять эту идею и выпустить ее на рынок и запускать ее там. Поэтому сейчас идет как раз выпуск этих алгоритмов через нашу систему. Не отрабатывание логики. Логика мы уже закончили, протестировали на прошлое, протестировали на маленьких деньгах. Теперь мы идем на тестирование на настоящий фонд. Опять же, это возьмет, выпуск этой системы возьмет от дней до недели, да, пока мы ее вот выкатим. Как только выкатим, то это объявим и допустим. Вот это уровень, вот эта система, да, вот эта безопасность, вот эта ответственность. Андрей, ты хотел что-то спросить. Ты сначала представься, а потом тогда спрашивай, окей? Да, Андрей, Москва. Анна, спасибо большое за новости, за позитив, за то, что вышла на связь. У меня вопрос такой, когда планируется выход Эндотека на IPO и что хорошего ожидать от этого события инвесторам? Спасибо. Смотрите, как я рассказывала, в Дубае в прошлом году у нас очень хороший произошел прорыв именно финансовый и именно развитие IP, развитие эвалюации компании в прошлом году. Теперь мы задумались, как действительно правильно вывести компанию на следующий уровень. И наше обещание DAISY это то, что IPO или другая структура в ближайшие несколько месяцев это может произойти, а это может произойти в течение года. Мы в любом случае увеличиваем вэлию компании, постоянно об этом думаем и развиваем. С нашей точки зрения, нашу цель, которую мы поставили на 2021 год, мы ее перепрыгнули в несколько раз быстрее и выше, чем думали. Поэтому с этой точки зрения у нас вопросов нет. Я не хочу открывать сейчас планы Эндотека на начало 2022 года, потому что планы есть. И, скорее всего, с Эдвардом, с Элиой, с Джеремием мы их откроем в ближайший, скажем так, месяц. Какой у нас план на Эндотек? Опять же, единственное наше обещание, это что все, кто был с нами в 2021 году, получат интересные пакеты, получат интересные предложения от нас. И, опять же, мы продолжаем планировать идти на IPO, просто мы думаем, что есть дополнительные шаги, которые мы можем сделать, которые также будут интересны. План на IPO есть. Мы говорили с Назарком, мы говорили со многими разными биржами. Мы, опять же, решаем, когда и как мы это сделаем. Спасибо. Анна, Андрей тоже, Москва. Вопрос такого порядка. Когда общаемся с потенциальными инвесторами, то, естественно, называемую компанию МДТ, что она отвечает за результат, и она управляет финансами. Скажите, Анна, если при общении с инвестором можно ему сказать, что, ну, не веришь, о том, что при небольшой сумме, ну, там, условно говоря, 5, 10, 15, 20 тысяч долларов или 30, если ты обратишься в МДТ, то твои деньги не возьмут в МДТ, не будут управлять. Скажет ли компания МДТ, что обращайтесь в Дейзи? Вот такой простой вопрос. Это хороший вопрос. И я думаю, что это нам можно решить на уровне Ильи и Эда, как мы будем справляться с подобными ситуациями. На данный момент действительно ситуация эксклюзивная, но мы планируем открыть эту ситуацию, опять же, потому что мы хотим в России. Индотек, как Индотек хочет расти, и нам нужно найти это решение все вместе, как, с одной стороны, снять эксклюзивность, с другой стороны, чтобы все были довольны, и нам очень важно, чтобы мы довольны были наше первое партнерство, партнерство с Дейзи. Поэтому, опять же, на данный момент я не могу сказать, что эта эксклюзивность, она навсегда, и мы должны решить, когда и как мы можем с этим справиться. Потому что, как вы понимаете, в компании выйти на IPO очень сложно, если все принадлежит одному дистрибьютору. Мы не можем сказать в моей компании, которая идет на IPO, а сами взять и дать эксклюзивность на какую-то... Поэтому, опять же, это вопрос, который очень сложный, и который сейчас обсуждается между Индотеком и Дейзи, и формально, и неформально. Вот. И мы должны это решить. Поэтому, к сожалению, я не буду сейчас отвечать однозначно, и надо будет подумать. Ну, мы сегодня еще два с половиной часа будем же здесь, вот, Анна, как мы с вами расстанемся, а здесь основателей-то мы помучим еще. Может быть, они уже озвучат какие-то решения в этом смысле. А может и нет, мы не знаем. Ребят, если у кого вопросов нет, я свои тогда задам. Анна, можно еще, пожалуйста, короче и попонятнее, по-простому, по-русски, что у нас называется, что у нас с Форексом, когда он всей контентой заработает, как я говорю? Форекс уже сделал свои первые шаги. Он сделал свои первые три трейда. Два позитивных, один негативный, что очень хорошо. Это как раз 66%, как мы от него и ожидали. Теперь, прежде чем мы его раскроем по полной, как мы раскрыли крипту, мы сейчас открыли 10 счетов. И с понедельника, да, потому что Форекс не работает в воскресенье и субботу, да, и в пятницу он работает только до 6 вечера американского, мы с понедельника запускаем его теперь в 10 раз больше, да. У нас вместо трех сигналов за неделю будет 30 сигналов. Мы на них посмотрим, если все в порядке, как мы ожидаем, что у нас нет никаких подводных камней, мы увеличим количество денег там с полумиллиона до трех миллионов, двух-трех миллионов, опять пробежимся неделю, увидим, что все в порядке, увеличим сумму до конца и увеличим скорость посылания сигналов. И тогда вот эти, скажем так, если все идеально идет, есть идеальная ситуация, следующая неделя в 10 раз больше сигналов, 30 сигналов, через неделю увеличение фондов до трех миллионов, после этого выход на полную, то есть, скажем так, две с половиной недели мы выходим на полный Форекс. То есть, в идеале, в феврале мы уже будем торговать целой суммой, да? Опять же, если нет никаких подводных камней, мы ничего не встретили, да. Окей, отлично, спасибо. Андрей, давай еще один вопрос. Анна, еще такой вопрос. Для Индотеха выгодно, не выгодно? И будет ли возможность средства из криптоторговли перевести в Форекс? Или это вопрос, скажем, здесь уже есть? Нет, это вопрос сложный именно с точки зрения регуляции. Так как мы компания, которая занимается технологиями, у нас нет разрешения трейдовать фанды клиентов, да, то есть, мы не имеем права руководить фандами клиентов, то структура, которая сделана в Дейзи, она позволяет нам тестировать алгоритмы. Чтобы нам выйти на Форекс, нам нужно сейчас решить именно ситуацию с регуляцией. На данный момент регуляция Форекса не позволяет нам простым образом, как мы делаем в крипте, разрешать клиентам трейдовать на наши алгоритмы. Это чисто ситуация, опять же, с регуляцией связанная, и нужно это будет решать, мы это решаем, мы как бы уже проверили с нашими адвокатами, и это как мы это будем делать. К сожалению, это не решение, которое занимает дни, это неделя, которая занимает месяц. Поэтому мы, как эндотек, на данный момент как раз эксклюзивность находится у Дейзи, потому что Дейзи разрешила эту ситуацию, и Форекс пока будет только у Дейзи. Ну и тогда завершающий вопрос, мне кажется, уже в совести исчерпывается у нас количество вопросов. Что у нас с фондой? То есть будет ли эндотек для Дейзи торговать на фондовом рынке? Когда-нибудь помочь? На фондовом рынке? Хороший вопрос. А может комодитис? Да, смотрите, у нас план сейчас добавить сначала комодити, то есть металлы, добавить энергию, добавить те ассеты, которые имеют хорошее плечо. Почему мы любим плечо? Потому что мы любим большие проценты. Фондовый рынок мы планируем, но после этого. То есть, опять же, да, потому что нам нужна диверсификация в ее максимуме, но это не, это я даже не скажу, и будет ли это 22-го года. Потому что, во-первых, я вам объясню так, крипта, при том, что она еще несколько лет назад была некоторым таким эзотерическим рынком, который половина институционалов не верила и так далее, сейчас есть очень большой тренд, она очень хорошо развивается, и сейчас заходят, наконец-то, и Кольман Сакс, и Морген Стэнли, и все швязно вокруг, заходят через Галакси. Мы видим, что это огромный рынок, который нам очень подходит, то есть для наших целей. Второй рынок, Форекс, опять же, очень для нас интересен, потому что он традиционный и добавляет нам вот этой массы диверсификации. И третий рынок, который мы тоже очень верим, это рынок коммодитис, потому что он связан и с искусственным интеллектом хорошо, и с того, как мы смотрим под нашим фонарем, что нам ближе всего. Это наш фонарь, то есть фондовый рынок, он меньше под нашим фонарем, опять же, очень интересный, мы на нем трейдовали уже, как эндотек, у нас были очень хорошие результаты, и поэтому жалко их тоже не дать клиентам, но когда мы это сделаем, я еще не могу сказать точно. Спасибо большое. Ну и последнее такое приятное, приятный момент. Анна, уже не надо ничего говорить, уже просто побудь с нами, а мы сейчас развернемся и сделаем фото. Ты просто не видишь, как это выглядит здесь, но ты такая большая, тебя даже три, Анны. О, огромная такая стена. Вот, давайте, ребят, развернитесь в ту сторону, в сторону камеры. Алексей, а ты и на видео, и может быть... Анна, сколько я сам сделаю? Или мы загораживаем? Сейчас мы загораживаемся. Неожиданно. Очень приятно встретиться с вами и москвичами, и не москвичами, и попробовать говорить на русском. Так, сейчас теперь видео. Было видео, теперь фото. Надо чаще встречаться. Да, Анна, надо чаще встречаться, и теперь мы то же самое повторим. Там же надо продолжать говорить? Да, да, только уже на видео мы сейчас... Да, я тебя вижу, да, и когда я не говорю, меня не видно. Это было фото. Да. Сейчас, секундочку. Не, просто я не знаю, что вы делаете, поэтому мне как бы так немножко сложно поговорить. Алексей, дай тему. Давай мы с тобой поговорим о чем-нибудь. Про Измайлово можно поговорить. Так, опять про погода. Да, можно поговорить про Измайлово. Измайлово замечательная погода. Сейчас, наконец-то, у нас был первый раз за много лет был снег. Вот, что нас ввело в такое радостное состояние, потому что здесь снег видят, может быть, раз в 10 лет. Вот, поэтому у нас был снег. Сейчас, наконец, вернулось солнце. Заказывайте, он привезет. Получилось и то, и то, да? Правильно. Анна, ну да, в целом. Мы совместными усилиями, видишь, командная работа. У нас все получилось. Очень приятно. По-моему, очень была живая встреча. Мы так прям... Ты знаешь, тебя здесь много на экране. Такое ощущение, как будто ты здесь в зале прям. Поэтому было какое-то особенное состояние. Не просто как на зуме. Прям как у меня мы здесь вместе. Большое спасибо за ответы на наши вопросы. Такое ощущение, что прям вот что-то мы какую-то тайну узнали. Ну что, все, теперь мы тогда будем прощаться. До следующих раз. Ну и когда мы погасим зум, будем мучить тогда уже основателей. Global Star Club. Возможности безграничны. Субтитры подогнал «Симон»! Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...